Развитие цифровых технологий и сопутствующих им способов хранения и передачи данных позволило отказаться от различных бумажных документов в пользу их электронных аналогов. Это оказалось чрезвычайно удобным. Теперь можно отсканировать нужный документ и мгновенно передать его по электронной почте в любое место любому адресату, подключенному к сети интернет, не выходя из дома или офиса. Естественно, что для этого необходимо знать способы и уметь создавать сканы документов. NPPP Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. Рассмотрим доступные способы создания сканов документов в домашних условиях на основе имеющихся технических средств и гаджетов. Как сделать скан документа на сканере Scanner, собственно говоря, как и следует из его названия, является устройством, специально предназначенным для сканирования документов. Делать сканы с помощью сканера очень легко и просто. Подключите сканер к компьютеру с помощью USB кабеля к любому соответствующему свободному порту компьютера. Установите программное обеспечение, прилагаемое к сканеру на дисках, если оно не было установлено ранее. В случае, когда диска у вас нет или они утерян, программное обеспечение можно всегда скачать с сайта производителя вашего сканера, выбрав раздел «Поддержки» и вы найдя в нем модель вашего устройства. Заложите в сканер документ лицевой стороной вниз и запустите установленную в предыдущем шаге программу сканера. Выберите необходимый формат файла, в котором будет сохранена копия документа, или оставьте предложенный вам по умолчанию и произведите его сканирование. Сканирование документа найдите скан в папке, которую вы указали в качестве места сохранения файла, или в папке, которую сканер использует по умолчанию для сохранения всех сканированных документов. Текст озвучен с помощью Яндекс.Спичкит. Например, современные сканеры HP ScanJet по умолчанию сохраняют сканированные изображения в формате звездочка. GKK в папку C, Uses, имя пользователя Pictures, мои сканированные изображения. Вместо программы сканера можно воспользоваться встроенным приложением Windows для сканирования, которое называется «Факса и сканирование Windows». Оно появилось в операционных системах, начиная с Windows 7. Озвучено Яндекс.Спичкит. Созданные с помощью данного приложения сканы, сохраняются в подпапке «Мои сканированные изображения» папки «Мои документы». Приложение Windows для сканирования описанный алгоритм может отличаться в зависимости от конкретной модели сканера и его программного обеспечения. Как сделать скан документа без сканера? С помощью сканера можно получить цифровые копии документов очень высокого качества. Но его может у вас просто не оказаться в нужный момент времени, и здесь пригодятся знания о том, как сделать скан документа и без сканера. По своей сути, любой скан представляет собой цифровой снимок документа. Следовательно, для создания скана можно воспользоваться любым цифровым фотоаппаратом. Использование фотоаппарата для сканирования лучше, чтобы это был хороший зеркальный фотоаппарат. Для улучшения качества цифровой копии можно воспользоваться режимом микросъемка, если он присутствует в вашем фотоаппарате. В большинстве фотоаппаратов ему соответствует изображение цветочка на переключателе режимов. В этом случае вы получите снимок, на котором будут хорошо видны даже самые мелкие детали. Режим микросъемки искажения, которые возникают на краях документа, из-за особенностей строения объектива можно обрезать в фотошопе. Попутно, как правило, имеет смысл повысить контрастность изображения, особенно если снимок был сделан в условиях недостаточной освещенности. Современные смартфоны также обладают камерами, позволяющими использовать их для создания сканов. Наведите камеру смартфона на документ, используя приближение и удаление, цифровой зум, найдите фокусное расстояние, на котором документ будет иметь лучшую четкость. Сделайте снимок, а лучше несколько с разных расстояний, чтобы потом выбрать из них наиболее качественный. Если ваш смартфон подключен к интернету, то сразу после получения скана вы можете отправить его нужному адресату по электронной почте. Создание сканов смартфоном, созданное с помощью цифрового фотоаппарата и особенно смартфона, сканы будут уступать в качестве аналогичным документам, полученным с помощью настоящего сканера. Но это компенсируется большей быстротой и универсальностью данного способа, так как для его реализации не требуется наличие громоздкого сканера. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.